Всем огромный привет! Мы подготовили для вас настоящий новогодний подарок! Это, конечно же, экскурсия по новой Танека-арене, которая была построена в рекордные сроки. Буквально летом начали и неделю назад закончили. Давайте посмотрим, как все находится внутри и расскажу вам подробно-подробно. Расчет очень много талантливых ребятишек и увидели, что льда в Нижнекамске не хватает. И тогда генеральный директор компании «Татнефть» Маганов Нальфадж дал поручение поработать вопрос строительства ледового катка здесь, в Нижнекамске. По всем современным стандартам сделано, даже коробку канадскую сделали, размеры. Я уверен, что на этом льду воспитается достаточно будущих чемпионов. Локация с раздевалками, всего их здесь четыре. Очень нравится. Удивила ледовая площадка и лед удивил мягкий, плавный. Пойдемте, покажу вам раздевалку. Все, покажешь, давай. Много места, можно положить баул наверх, но очень много можно вещей положить. Также, помимо раздевалок, помимо основного льда, здесь есть очень технологичный тренажерный зал. И многие, приходя в тренажерку, начинают фотографироваться. Здесь этого не нужно сделать, потому что панорамные окна и в Нижнекамске и так все узнают, что вы хорошо тренируетесь. И хоккеисты, и фигуристы, и любители льда имели возможность посещать этот прекрасный дворец. Все 50 суток, вам наоблоги и здоровье 9. Я вам спасибо за то, что вы не могли, за то, что ее поддерживаете, и за то, что вам нужно так выразиться. Давайте вам поднимем. Только что завершилась церемония открытия Данека-арены. Я в полнейшем восторге. Мое сердечко, конечно, покорило Нелли Долибова, которая выступала в самом начале со своим номером. Молодая фигуристка, ей буквально 6 лет, но просто так завораживает и так красиво. И, конечно, каждый-каждый из вот этих хоккеистов, которые, возможно, еще не играют на высоком уровне. У них еще все впереди. Но как они эмоционально себя чувствуют, что просто полная уверенность в своих действиях и в том, что у них будет в будущем. Вот с какими эмоциями шел на этот период? Серьезно. Сейчас за счет чего будете вырывать победу? За счет игры и ног. Вот такой получилась моя первая командировка за три года работы в Акбарсе. Город я посмотреть не успела, поэтому обязательно вернемся и приедем в Танека-арену. Продолжение следует...